С такой процедуры начинается подсчет икры. Главный рыбовод Бельского завода Михаил Кравчук проводит замер икринок, байкальского омуля и пеледи. Вручную высчитывается количество икринок в литре воды. Затем берется литр икры, с него сцеживается вода и он взвешивается. После этого высчитывается средний показатель. Здесь, в инкубаторском цеху, в литре воды содержится 60 тысяч икринок омуля и 160 тысяч пеледи. Сейчас мы начинаем уже готовить бассейны к сбору личинки, потому что начинается выклев. Будем устанавливать бассейны для сбора личинок. Потом личинку вывозим на пруды, по мере закачки прудов выпускаем в пруды и уже, если есть еще лишняя личинка, то она просто личинкой выпускается. Рыбоводы говорят, что в этом году выпускной объем икры будет больше почти на 40% по сравнению с 2017 годом. Резких перепадов температур зимой не было, а потому выживаемость икринок больше. Эти виды рыбы сиговые и не кормятся, поэтому пруды только удобряют, чтобы повысить естественную кормовую базу. Уже идет единичный выклев икры, уже есть единичная личинка выходит, поэтому в принципе это все, ну в июне уже основная масса вообще выклевывается, она уже и подращивается. Мы не выпускаем личинкой, мы подращиваем в прудах, то есть до определенной массы, которую нам говорит наука. Вот, ну это все июнь-юнь месяц, основная масса выпусков идет июнь-юнь месяц, это уже будет жизнестойкая подрощенная молодь от одного до трех граммов. Ценные виды рыб будут выпускать в Братское водохранилище. В прошлом году было выпущено 150 тысяч мальков. В этом году планируют отправить в свободное плавание примерно 200 тысяч. Таким образом, постепенно ведется работа по восстановлению численности рыб в байкальской экосистеме. Байкальский омуль растет в разы быстрее, чем в озере Байкал. Из-за того, что температурный режим гораздо благоприятнее, из-за того, что кормовые ресурсы не в полной мере используются. И поэтому омуль здесь достигает половозрелостности за 3-5 лет, не как в том же озере Байкаль за 7-8 лет. Специалисты утверждают, что если такие показатели не будут уменьшаться, то уже в ближайшем будущем вопрос о восстановлении речной фауны отпадет сам собой. Галина Соболева, Олег Федоров, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова